Приветствую вас и, конечно, было бы здорово, если бы вы более подробно описали свою ситуацию, немножечко более полно описали, например, причины, почему вы ссоритесь со своим сыном, какие на то причины есть и так далее. Но поскольку вы написали, сколько вот написали, то даже не задаете вопроса никакого, то мне, исходя из этого, хочется вам сказать так. Ну, во-первых, в зависимости от возраста. То есть тут вот самое главное, что непонятно это возраст. Потому что в зависимости от возраста рекомендации, как вам себя вести, могут быть совершенно разные. Поскольку про возраст вы ничего не пишете, то я рекомендую предположить, что ребенок у вас совершенно летний. И это значит, что, скорее всего, он боится за свободу, ну, как бы, славы. То есть понятно, что вы родите для него всего только самого лучшего, но ваш сын, к сожалению, воспринимает это как угрозу себе. И из-за этого у вас происходит ссора. Из-за того, что вы чрезмерно, по его мнению, вмешиваетесь в его жизнь. Вот то, что можно сказать вам по первому впечатлению от прочтения вашего сообщения, от прочтения того, что вы пишете. Давайте мы все-таки скажем, что на вашего сына не нужно давиться. Давайте мы все-таки скажем, что ваш сын сам делает ошибки в своей жизни, сам совершает какие-то действия, сам учится. А вам, чтобы с ним иметь хорошее доверительное отношение, нужно сначала дать ему быть с собой. Нужно позволить ему расслабиться с вами. Нужно, чтобы он чувствовал, что вам можно доверяться. Для этого необходимо разделять его интересы, для этого необходимо активно общаться с ним, просто как с человеком. Не как мать с сыном, да, а как именно с человеком. Стараться его поддерживать во всем, чтобы он вам не говорил. Стараться отвечать ему, дать, разделять его мнение. И когда вы увидите, что ваш сын расслаблен, когда вы увидите, что ваш сын не ждет уже ничего плохого от вас, потихонечку робко высказите свое мнение, уверен, это будет воспринято наиболее позитивно, наиболее положительно. И ваш сын сам будет наиболее восприимчив к тому, чтобы прислушиваться к вам. На этом, пожалуй, можно закончить ваш ответ. Для того, чтобы разобрать вашу проблему более подробно, нужно больше информации. Поэтому, если вы пожелаете проработать вашу проблематику подробнее, пишите мне в личку, я вам помогу. Если мой ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!